А пекально просто заправляем в лоскут. Обычно этого достаточно. Нам не нужно дополнительно как-то фиксировать ее в этой зоне. Лоскут у нас полнослойный. То есть, по сути, основное положение твердой мозговой оболочки под надкосничное. Когда мы начали с ней работать, и уже прошло какое-то время, порядка результатов 5-6 лет недавности, возник вопрос. А что вообще из нее образуется? Раз. И второй вопрос. А образуется ли там костная ткань? Меняется ли профиль костной ткани у пациентов, у кого вылечены рецессии? Это стало для нас основой лабораторных исследований, которые я тоже сегодня покажу. А также мы стали аккумулировать компьютерные томографии пациентов после лечения. И оказалось, что на самом деле пациентам при рецессиях до их не делают чаще. И возникает проблема, мы не можем сопоставить и оценить, выросла ли там кость или нет. И что вообще выросло? И вот в этом году у нас тоже появились уже какие-то результаты. Мы посмотрели, у кого были копированные исследования томографические. И с трансплантатом, и с твердой мозговой оболочкой, с отдаленным результатом. И сопоставив их, увидели, что там действительно меняется профиль костной ткани. Я в ближайшее время подготовлю эти результаты, и они также появятся на сайте. Потому что для нас, ну в общем, это в принципе прорыв, я считаю. Мы можем с уверенностью говорить о том, что и трансплантат, и твердая мозговая оболочка, она превращается в кость. Это будет видно хорошо по лабораторным исследованиям. Я это скоро покажу. Хочу обратить ваше внимание также, что на ранних сроках после операции мы можем видеть слишком чрезмерное увеличение объема. Это связано с нейтрофильной реакцией. Опять же, нам удастся это подтвердить сегодня. Второе. Это связано с тем, что у нас твердая мозговая оболочка имеет собственную толщину, достаточно выраженную, и она дает плюс ткань. Поэтому на ранних сроках мы можем видеть тут и дизайн разреза, и дизайн швов, и вот этот излишний объем. Могу сказать, что там за период до года, ну даже бывает и раньше, опять же зависит от объема операции, все это сглаживается и становится очень аккуратно и красиво, и никаких вот этих дефектов, которые мы можем видеть там изначально, здесь просто нет. Один доктор у меня спросил, а что это она как бы усадку дает? На самом деле нет, она не дает усадку. Забегая немножко вперед, могу вам сказать, что твердая мозговая оболочка, которая расположена под надкосничной, она превращается в кость. А объем мягких тканей сильно воскулиризуется только от травмы. Поэтому на этих случаях я останавливаться подробно не буду, вы можете самостоятельно их изучать, я рекомендую это делать, и как-то задавать вопросы, комментировать, с удовольствием и рад буду вам все это подробно рассказать. Для того, чтобы оценить, какой у нас результат произошло, нам нужно было оценить также норму. Но вот мы здесь видим фрагмент челюсти, этот костный. В принципе, это норма, мы видим, что он имеет единую анатомию, единый рисунок, тут нет границ выраженных. Вот это, скорее всего, надкосница, это клеточный слой, который формируется. А вот это костные обломки, это не остатки твердой мозговой оболочки, вот это тоже костные обломки, которые образовались при механической травме. Мы же создавали тоже дефекты, моделируя рецессию, у нас были какие-то участки в мягких тканях. Это нитка. Вот мы думали, что надо ориентироваться на нее и изучали все вокруг нее, вот более удачный. А потом мы обратили внимание вот на что. Та кость, которая остается живой, как вы видите, здесь фрагменты, они уже бесклеточные, вот они внутри вот этих беленьких полей не имеют клеток. А вот здесь они имеют клетки, черные точки, видите такие. В определенных зонах мы можем наблюдать изменения костного рисунка. То есть у нас есть ткани более зрелые и есть менее зрелые, которые образовались на поверхности. Это и натолкнуло нас на мысль, а что же может быть там. Вот еще один вариант нормы покажу вам. Значит, чтобы было понятно, это пульпа, это структура зуба, это шарпиевские волокна, очень красивые, которые держат зуб. Это связка как раз. Вот они тоже очень красивые. А это кость челюсти в норме, воскулиризованная. Вот она покрыта надкосницей, мы видим клеточный слой. Волокнистый тут немножко с мышцей слился. Вот сосуды, либо они поперек, либо они под углом срезаны, либо поперек. В общем, это картина нормы. Вот тоже очень красивый волокна шарпиевские. А вот снимок, который натолкнул как раз нас на эту мысль. Вот в эту зону была установлена твердая мозговая оболочка под надкосничную. То есть, коллеги, сейчас я вам объясню, что вы должны видеть, и мы об этом поговорим. Вот это кость челюсти в норме. А вот эта часть, вновь образованная костной тканью. И мы видим очень четкую границу на поверхности. Раз. Второе, мы видим отличие по контрастности, по цветности. Мы видим, что здесь клетки более плоские. И они встречаются чаще. Мы видим, что здесь идет еще активная перестройка. Это реакция нейтрофильная. Если мы увеличим, там будет, кстати, более удачная сейчас еще картинка. Я тогда о вопущих чертах расскажу. Здесь мы видим еще и нейтрофильную реакцию. Но заметно, что она локальна. Потому что к переходу к мягким тканям никаких нейтрофилов уже нет. А также мы увидим здесь, что есть клетки, которые более крупные, эксцентричные. Это макрофаги. Они приходят уже... Или вот макрофаги. Они приходят убирать вот эту дотритную массу и остатки, которые были как реакция на твердую мозговую оболочку. А теперь давайте посмотрим вот в эту часть среза. Это мягкие ткани. Вот эти вот кружочки, это сосуды. Они есть разные по размеру. Видите, есть крупные уже коллатерали. Это может быть срез такой. Есть маленькие, ностомозы и тонкие капилляры. И мы видим, что активно воскулиризуется ткань. Вот на сегодня мы считаем все-таки, что твердая мозговая оболочка в этой зоне, она формирует кость, если расположена под надкоснично. А если она расположена слизистой, то она, конечно же, формирует слизистую. Есть работа 80-го года, делали ее наши коллеги в Омске. Они не исследовали десну, они делали исследования на скелетных костях. Они создавали механический эффект, дефект кости у крысы и замещали его измельченной твердой мозговой оболочкой. И также наблюдали образование костной ткани. А если они размещали в мягких тканях, то там поформировались мягкие ткани. У нас это исследование вызвало тоже некоторые вопросы, поскольку одна известная ученая по фамилии Хиггинс пересаживала стенку мочевого пузыря, который был также обработан, как и мы на сегодня обрабатываем твердую мозговую оболочку. Но при размещении в мышцу эта стенка мочевого пузыря, леофилизированная, которая не имела ни клеток, никаких живых структур, превращалась в кость. Она вызывала эктопический остеогенез, то есть локальный и точечный. Позже, как открыли ученые, это было все-таки связано с тем, что этот участок был очень мощно воскулиризован, мышцы все-таки пропитаны сосудами. А поскольку единственное, что влияет на образование костной или хрящевой ткани из одних и тех же мезонхимальных клеток, это парциальное давление кислорода, то есть фактическое нахождение содержания кислорода в капиллярах. Те ткани, которые хорошо кровоснабжаются, они могут, в общем, твердую мозговую оболочку при размещении там также может образовать кость. То есть практического значения для нас это не имеет никакого, чисто клинического, но открывает очень важный фундаментальный механизм регенераторный. Это тоже участок ткани уже соединительный. Это тоже биодеградация твердой мозговой оболочки. Вот здесь мы можем видеть вот эти мелкие, это нейтрофилы, а вот клетки крупнее с эксцентричными ядрами, которые смещены от центра, это макрофаги, вот например. Или вот макрофаги. Если бы тут были остатки костной ткани, то затем эти макрофаги могли бы объединяться, формируя многоядерные клетки, остяк ласты. Как вы хорошо знаете, они образуются из клеток крови. Вот еще один вам пример. Здесь тоже очень интересный срез. Это структура зуба. Шарпиевские волокна здесь, к сожалению, утрачены. Но мы здесь можем видеть вот эту ценительную ткань и участок кости челюсти. Вот эта балка, вновь образованная, здесь менее видна вот так характерна граница. Но мы видим, что вот этот участок воскулиризован слабо. Эта кость уже зрелая, она закончила свое созревание, у нее все хорошо. Скорее всего, она имеет гаверсоподобное строение. То есть, в общем, она по сути компактная. А вот эта кость губчатая, вот это выступающая, вновь образованная, костная балка. А это сосуд, который ее питает. И вот сосуд еще который. Здесь она более часто воскулиризованная, что также может являться следствием недавнего образования этих структур. Нейтрофильная реакция также локализована за границей, мы уже ничего не видим. Вот эта, вот эта вот часть, это надкосница. Вот эта вот часть, это ее клеточный слой. Он был утолщен от травмы и вызвал регенераторный эффект. А вот этот слой волокнистый, он здесь менее хорошо виден, но все-таки виден. И мы видим, что эта реакция локальна. Теперь мы посмотрим, как выглядят все эти продукты в продуктовой линейке. Вот они имеют вот такой вот вид. Это мембраны 2х2. Она сохраняет свою нативную структуру. Это можно рассказать по внешнему виду. И вот эти остатки пучков коллагеновых волокон, где были расположены крупные сосуды, они все сохраняются здесь. Размеры маленькие, 1х1, 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 2х2, 2х3. Чаще используются для... Субтитры создавал DimaTorzok